Татьяна Федоровичева пишет картины с пяти лет. Освоила написание картин в разных техниках – гуашь, масло, акрил, графика. Особенность ее творчества в том, что девушка пишет картины при помощи пальцев ног. Татьяна родилась без рук. Но это не стало преградой на пути к творчеству. Каждая картина Татьяны пронизана самыми теплыми и светлыми чувствами. У меня сюжеты в работах разные. То есть и пейзажные есть, и портретные работы, ну и, собственно, да, сюжетные. Мне нравится просто разнообразие в творчестве. Вот поэтому изображаю все, что вижу, чувствую. В процессе творчества происходит такой обмен энергии. Вот мне это очень нравится. И мне это интересно. И поэтому я этим занимаюсь. 40 картин Татьяны представлены на выставке в Самарском филиале фонда «Защитники Отечества». Художница встретилась с бойцами СВО и членами их семей, чтобы поделиться историей своей жизни, рассказать о своем творчестве и продемонстрировать, как левой ногой на холсте можно создать настоящее произведение искусства. Своими впечатлениями поделилась участница мастер-класса Любовь Макашова. Очень впечатляет история, насколько сильная Татьяна, что смогла добиться таких успехов, несмотря ни на что. Поэтому очень понравилось. У меня двое детей. Хочется показать пример, какие бывают люди, сильные духом, несмотря на какие-то сложности жизненные, могут добиться. Каких можно успехов добиться в своей жизни. Я считаю, что это очень яркий пример. Социально-культурная реабилитация ветеранов СВО и поддержка семей бойцов – одно из направлений деятельности Фонда «Защитники Отечества». Подобные поддерживающие и мотивирующие мероприятия проходят здесь регулярно. Реабилитация и интеграция в мирную жизнь через культуру и искусство – один из таких эффективных методов для ветеранов специальной военной операции. И самарский филиал в этом направлении проводит большую работу. Мы стараемся вовлекать наших ветеранов, семи погибших бойцов в самые активные культурные мероприятия. По словам экспертов, социализация через творчество дает возможность ветеранам СВО активно вступать в новую жизнь после возвращения из-за ленточки. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.